Чаще всего на прямую линию с губернатором Ленинградской области Александром Дорозденко звонят люди, которым ничем не помогли местные власти. Не стало исключением и эта встреча. Звонок из Выборгского района, большегрузные автомобили, возящие щебни из близлежащих карьеров, полностью разбили грунтовую дорогу, соединяющую Нижнее Выборгское шоссе и трассу Скандинавия. Эта грунтовка дает возможность чрезмерно экономным водителям объезжать пост ДПС и не платить за лишний вес. Глава региона поручил комитету по дорожному хозяйству, главе администрации Выборгского района и ГИБДД совместно найти решение вопроса. Следующий звонок уже из самого Выборга. Девочка 11 месяцев от роду, у нее врожденный порог сердца. Малышку прооперировали, но сейчас подошло время вакцинации. Врачи из кардиоцентра имени Алмазова, а именно там была операция, рекомендовали импортные препараты. В Выборге их нет. Местные врачи отправляют маму с больным ребенком делать вакцинацию на платной основе, а это не маленькие деньги. Вам нужно тройное введение, да? Да, да. Давайте мы вот сделаем таким образом. Первое. Вас можно действительно направить в центр вакцинации по направлению, и там вам вот эти импортные вакцины смогут бесплатно ввести. Это первый вариант. Второй вариант – это оказать вам помощь с учетом положения ребенка для того, чтобы вот эти вакцины, ну, проплатить импортные вакцины. Мне бы очень хотелось бы посмотреть, почему мы по вакцинам маленькому ребенку 11 месяцев с порогом сердца 2 или 3 месяца переписываемся, вместо того, чтобы вакцину сделать. Сегодня вечер, завтра день мы эту проблему решим. Хорошо. Закончилась 99-я по счету прямая линия. Вопросы всех, кто дозвонился на нее, Александр Дрозденко взял под свой личный контроль и дал поручение соответствующим комитетам и ведомствам в полном соответствии с законом решить проблемы жителей области. Я как-то переехал сюда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!